Убей ибн Кааб. Многие из нас, все из нас знают, кто такой Абу Бакр, кто такой Умар ибн Хаттаб, кто такой Утман, кто такой Али, кто такой Зубейр, Тальха, Джаффар, Муавия. Но мало кто слышал Убей. Убей, Убей ибн Кааб. Удивительный сподвижник, посланник Аллаха, салалаллаху алейху ассалям. Чем же он отличился от других сподвижников? Калин Наби, салаллаху алейху ассалям, то есть пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал сподвижникам, всем сахабам, «Инна акраукум Убей». Самый лучший карих, самый лучший чтец из вас, это Убей. Убей ибн Кааб. В один момент Убей ибн Кааб сидел и посланник Аллаха, салаллаху ассалям, подошел к нему, сказал, «Я Убей». «Инна Аллаха, аззава жалла, амарани, а акра алейка сурата Альбайина». «О Убей». Поистине Всевышний Аллах, субхану ва Та'ля, мне приказал прочитать тебе сурата Альбайина. То есть, представьте сейчас эту картинку. Сахаба Убей ибн Кааб. Это не Абу Бакар, не Умар, не Утман. Убей. И сам посланник Аллаха, салаллаху ассалям, подошел к нему, сказал, «Аллаху аззава жалла, амарани, а акра алейка сурата Альбайина». «Аллах, субхану ва Та'ля, мне приказал тебе прочитать сурата Альбайина». На что сказал, «Каля, я Расуль Аллах». О, посланник Аллаха. «Васаммани ла ху лак». «Васаммани ла ху лак». «Аллах, субхану ва Та'ля, упомянул мое имя тебе». То есть, Всевышний Аллах, субхану ва Та'ля, сказал среди ангелов, произнес мое имя и сказал, «Убей». Рок Мухаммад, салаллаху ассалям, он сказал, «Да». И он разрыдался. На разрыв начал плакать от этой радости. То есть, Аллах, субхану ва Та'ля, произнес его имя, «Убей». То есть, посмотрите. Он не достиг того уровня в области хадисов, как, например, скажем, Абу Хурейра. Если читать хадисы, многие с вами встречаются, когда читают большинство из хадисов. То есть, Убей не приходит там в цепочке хадисов. Он не достиг такого, как достиг Абу Хурейра. Или тот, кто записывал хадисы, подобно Абдуллах бен Амр бен Аз. Или не достиг того уровня то есть, впереди во время джихада, во время Газавад, впереди стоял полководец, как Халид бен Валид. Не достиг такого уровня. И он не отличился тем, что он много давал садакат на пути Всевышнего Аллаха, как делал это Усмана, и не был таким близким другом, приближенным к пророку Мухаммаду, как Абу Бакр. И не был подобным Умару, и не был храбрым, как Али. И не был из тех, которые служил пророку Мухаммаду, подобно как служил Анас бен Малик. То есть, Анас бен Малик, он всегда находился с посланником Аллаха, когда пророк Мухаммад, сделал хиджру из Мекки Медину, мама Анаса бен Малик отдала его, еще будучи он ребенком, и он служил посланнику Аллаха, поэтому говорится, что последний сахаба, который умер, Анас бен Малик. Но, однако, чем он отличился? Отличился Кураном. Отличился чтением Курана. Поэтому Всевышний Аллах, субхану ва ta'ala, именно его имя произнес среди ангелов Удай. Поэтому Истахақа Убай аньюкрамм инда Аллахи бен Куран. То есть, заслужил Убай бен Ка'аб, то, что Всевышний Аллах, субхану ва ta'ala, его наградил Кураном. То, что Аллах, субхану ва та'ala, наградил его Кураном, и произнес его имя среди ангелов. Поэтому говорится, Хамилен Куран, то, кто живет с Кураном, Но тот, кто в себе несет Кур'ан, тот, кто живет по Кур'ану, читает Кур'ан, изучает Кур'ан, заучивает Кур'ан, сказал имам Аш-Шатаби, это приближенные люди к Аллаху, и элита судного дня. Поэтому у них должны быть цифаты, у них должны быть те описания, которые описаны, опять же, имам Аш-Шатаби описывает, какой же должен быть чтец Кур'ана, какой должен быть? То есть, что он сказал? Четыре качества у того, кто живет с Кур'аном, тот, кто читает Кур'ан, доброта, благочестие, терпение и богобоязненность. И это есть одежда, одеяние, хамилен Кур'ан, того человека, который несет в себе Кур'ан, того человека, который читает Кур'ан, того человека, кто изучает Кур'ан, того человека, который стремится к Кур'ану. Вот это его одеяние.